Девочка-пай Прекрасный повод для встречи. Завершился фестиваль «Веркнига». И сегодня мы расскажем о том, как это было, введем итоги. Творческие в основном. Творческие итоги, да. У нас сегодня здесь участники инициативной группы Алексей Петров, Александр Верхозин, представитель нашего уважаемого генерального спонсора Иркутской нефтяной компании Владимир Ильясов и Анна Масленикова, пресс-секретарь фестиваля «Веркнига». Александр, мы с вас начнем? Ну, слушайте, нет, ну, в основном, знаете, тут довольно все просто. Основной результат фестиваля в том, что нам удалось его провести. Да, начнем с того. Потому что у нас было три недели, у нас было огромное количество технических вопросов, у нас фестиваль из довольно локального вырос глобально за неделю, вот, и мы сами немножко удивились этому. Александр, немножко удивился этому? Да, да, да. У нас, Александр, я удивился, вот, но что делать? Было мало времени, было мало, довольно мало чего, именно вот рук не хватало, конечно, на все, ну, и плюс экстремальные условия погоды, вот, когда нам пришлось в последний день торговлю не сворачивать, а перенести в павильоны, да, ТРК «Модный квартал», только потому что ветер до 20 метров в секунду, он не то чтобы вырывал палатки, он, просто мы понимали, что книжки никто рассматривать не будет, да? Ну, так, ну, благодаря, все-таки, лояльности большой к нам и наших партнеров, это и продолит в данном случае, конечно же, книга торговая группа, и площадки, лояльность площадки, это ТРК «Модный квартал», нам это удалось сделать. То есть нам удавалось делать довольно быстро мобильное решение, да, то есть вот пошел ветер, ветер сдувает, ну, все, ушли вниз, да, и под крышей было, в общем-то, неплохо. Мы вчера еще сидели, я сейчас сидел, думал, господи, да кто же придет в такой ветрюган-то? Тем не менее, на лекции, там, Трубина и 50 человек, мы насчитали, да? Даже больше было, да? Даже больше. Это одно из самых таких массовых рекоменций. Ну, да, 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 это было, конечно, да, это был какой-то такой, то есть там было 50 человек, у торговля в... Мы хотели закончить торговлю вчера в 6 часов вечера, и даже пытались менять машину, но в 5 часов вечера представители вот этих вот самых издателей сказали, «Ребята, у нас идет торговля, давайте перенесем машину еще хотя бы на час». Вот, мы ее перенесли на час, то есть мы закончились даже позже, чем Планирхоль. Вот, очень неплохо прошел, прошли встречи с местными авторами, потому что у нас одновременно, вот вчера в магазине «Продолит», например, да, шел, то есть у нас была такая задумка, это марафон иркутских книг, где мы представляли самые свежие иркутские книги 17-18 года, и одновременно вот с лекцией Елены Тробин мы ушли, диванчиковая такая, мы ушли, провели его все, все представили, а публика решила не расходиться и про ты тоже. В общем, они там еще часик стихи читали, вот, и аплодировали друг другу, что вызвало мой такой живой участие. Вот, если по цифрам сказать, что мы насчитали, мы насчитали, наверное, около 3000 посетителей, как считали, сразу скажу, у нас публика на секциях внутри, а их было две, постоянно действующих, менялась раз в час, то есть это уходили одни люди, приходили другие, вот, и секции у нас было, как я сказал, две, только два раза за наш фестиваль у нас секции, ну, то есть выходил в трех разных, в трех разных местах, даже в трех разных местах у нас это дело получалось, делать, за что огромное спасибо и Идиасу, галерея Идиаса, и Иркутскому планетарию, который приютил ток-шоу библиотечное, совершенно непонятный, неизвестный формат, и галерея собрания Спешилова, которая нас экстренно приняла, после того, как нас сдул один из павильонов, и нам пришлось как-то делать программу, вот, поэтому все получилось, да, в результате, отзывы довольно хорошие, книга торговля, несмотря на ее, конечно же, меньше, чем в прошлом году, мы не можем похвастаться этими тоннами проданных книг, но книжки покупали, продавали, и вчера издательство сказали, мы к вам не претензии, мы понимаем все по погоде, вон Минск вообще смыло дождем, Минский фестиваль, который проходил те же выходные. Три феечных фестиваля проходили параллельно, в Минске, в Петербурге и в Иркутске. Да, 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 вот Минск смыло дождем, Питер нет. Кроме так, многие из тех, кто не приехали в Иркутск, они выбрали Питер, в силу того, что Питерский фестиваль, будь он не ладен, это человек мира по футболу, из-за которого перенесли Питерский фестиваль в последнее время, и его с июня перенесли на нашу. Не с июня, ну да, что-то перенесли на месяц где-то, а этот, ну туда с Киевом стать, а наш веком, если что, получать какое-то академическое звание. Он должен был представлять премию Распутина, но представлял Байдер. Так что, сколько, 50 мероприятий прошло? 51 мероприятие. 51 мероприятие. Ну, 51 мероприятие прошло, два мероприятия отменилось, но не по причине погоды там или наше. Ну вот, один у нас человек перепутал время, второй человек прочитал новости об отмене после того, как мы с кем-то говорили, что все будет. Ну то есть, по идее, новости, они работают лучше, хорошие, к сожалению. Вот, так что вот так. Но это было не страшно. Прошли с большим успехом. Вот Михаила Фаустова нет, он скоро придет, надеюсь. Но я уже спойлер такой сделал. С большим успехом прошли финалы чемпионата по чтению слух и страница 18. И там победила Саша, Господи, не Рудайна, да, Захарова. Александра Захарова из 18-й школы города Иркутска, чемпион Иркутской области, поедет в Иркутск. Будет читать на сцене Махата, на секундочку. Вот. А в «Открой роте», который тоже собрал всю восточную часть карт, это был финал конференции «Восток», там победила Галина Макогон из поселка Золари, директор местного краеведческого музея, которая тоже порвала всех там в Коктузе Грилл. Вот. Она прекрасна, Макогон. Она, да, она обворожительно прекрасна, получила много книжек, тут же увидела Золари, вот, и слава Богу. То есть это, если это основные, основные и первые итоги фестиваля. Вот. Мне кажется, важно сказать, что мы, во-первых, мы затвердили площадку, да. Вот сегодня мы общались с представителями других фестивалей, ну, понятно, в Иркутске проходят три литературных фестиваля сейчас в год. Да, мы сегодня общались, мы... И всегда вот нас там как-то подталкивают, ну, что, вы объединитесь уже и сделайте что. Ну, мы поняли сегодня, общаясь с одним, с другим фестивалем, что мы лебедь, рак и щука. Вот. Так как получится. Появляется история, она останется в мае, несмотря на возможные кризисы и погоды. Два раза это уже традиция, как правильно Алексей Петрович рассказал. Да, я сказал, что все, что вышло одного раза, это традиция. Да, это уже традиция. Мы присутствуем при рождении новой традиции, в рождении книжного фестиваля в Иркутске. В мае, да. Это очень нужно делать, и именно в мае. Вот. И благодаря... Ну, во-первых, мы провели это все благодаря Иркутской инвестиционной компании. Конечно, погромное спасибо Владимиру, что подключились, потому что совсем бесплатно это сделать было совершенно нельзя. Вот, как я не говорю, что у нас фестиваль бездель, я кричал, я на прошлой пресс-конференции, вот, некоторые помнят. Вот. Ну, тем не менее, конечно, очень спасибо за помощь. Спасибо за помощь всем с сорока нашим соорганизаторам. Я их по-другому не могу назвать, потому что это люди, которые нас кормили, кормили наших, так, волонтеров и издательства. Это люди, которые помогли нам все это дело переносить. Это люди, которые хранили книги пока, потому что оказалось, что на квартале просто негде хранить книги. К удивлению, неожиданно, и это как бы не очень было нам приятно, да, нам пришлось это все, пожары эти самые тушить. Вот. Мы всем говорим спасибо, всем будет вручена наша благодарность. Что еще? Что еще я забыл сказать? Ну, и очень важно другое. Смотрите, самый важный, самый важный, наверное, итог фестиваля, в том, что люди-то пришли, да, вот. И люди пришли и говорили слова поддержки, и в том числе и предлагали другие площадки для того, чтобы... Вот финалом прошлого года, вот мы можем сказать, ну, если мы с прошлым как-то сравним, да, то, что к нам пришли и предложили свои места. Ну, тот же иркутский планетарий, да, он сказал, ребят, давайте мы у себя можем секцию разместить и спокойно проводить. А финалом этого года уже приходят и говорят, ну, давайте как-то думать, как вас поддержать на следующий год. Да, я решила, что писал Сережа Маянникова, и давайте иркутские кварталы, которые за год может быть все-таки там что-то, иркутские кварталы, инструкции. Да, иркутские кварталы, да, я, Сережа, сказал, ну, давайте, доделывайте иркутские кварталы, мы будем... А сварьки проложите. Нет, если, смотри, на самом деле тут может быть интересная история, и Сергею надо обсуждать. Смотрите, ведь если... Дело-то в чем? Дело в том, что в Иркутске нет инфраструктуры для большого книжного фестиваля, так же, как нет инфраструктуры для проведения больших концертов. Вот нет у него, ну, у нас, господи, ну, то, что павильонские слова в первый день, ну, потому что у нас палаток нет нормальных в Иркутске, да, капитально. Ну, негде их взять просто, вот. Их нужно либо везти откуда-то, да, либо покупать. Это довольно, довольно все. Лучше посадить и строить, как говорят, когда смотрят на смету, лучше посадить и строить. Это вот о таких вещах говорится. Поэтому, если Сергеем, если у них сейчас формируется это, да, конечно, если мы сможем сформировать какую-то вместе с ним фестивальную поляну, да, для того, чтобы для проведения этих самых, да, это будет интересно, и главное, что она будет уже под наши технические задания созданы, тогда, конечно, Иркутские кварталы смогут стать нашим большим, нашим местом. Потому что, все-таки, в чем проблема городских, опять же, городских пространств сегодня существующих? Либо набережные, либо вот такие верхние места. Они сдуваются на раз-два просто. Да, даже музыкальный театр, который можно разместить, большой книжный фестиваль, можно разместить возле музыкального театра, например. Даже он сдувается. Даже дворец спорта, вот тот самый, да, мы вот его выбирали всегда, да, но хорошую площадь, это самое единственное место, которое сейчас может принять, потому что достаточно большое, чтобы туда убежать в случае глобальных непогод. Вот как-то так. Поэтому я вот сказал про цифры, если что-то еще, то давайте расскажем эмоции. Я передам, наверное, слово тебе, Алексей. Да, я несколько слов даже добавлю. Во-первых, несколько слов хочется сказать о географии наших участников, лекторов, которые у нас выступали, потому что мы, во-первых, как говорится, московские гости. Я вообще считаю, что любой местечковый фестиваль или любой провинциальный фестиваль без московских гостей – это фестиваль ненастоящий. Поэтому, конечно, участие в нем Александра Ткаченко и Александра Литвиной – это были как два украшения. Потому что на самом деле на них ходили люди, потому что они, к сочке зрения именно популяризации темы истории и детей, тему Байкала. Потому что презентация Ткаченко, вот все эти издательства, которые торговали книжками Александра Ткаченко, книги все были распроданы на раз-два-три. На самом деле это очень важно, что книжки «И трудно быть папой», и книга о Байкале, которая, кстати, была краудфайна, то есть их разобрали очень хорошо. Это эксперты, это Галя Козлова, которая, кстати, у нас была единственная, первая в России презентация книги о 68-м году. То есть книга переведена была несколько дней назад, напечатана в четверг, в пятницу привезена в Иркутск. Это первая презентация в России вообще этой книги немецкого… Она не будет продаваться. Она не будет продаваться в том, что я делаю, что да. Если что, PDF-файл есть, могу скинуть. Да, потому что, да, это по договору, программ именно авторов и участников переводов, что она не будет продаваться вообще в России. Она раздается. Она только раздается в библиотеке и так далее. Далее, это, конечно, у нас Екатеринбург, Лена Трубина, Великолепный урбанист, который вчера выступал. Это гости из Новосибирска, Новокузнецка. Это Красноярская ОНД, те издательства, которые… Но тут вообще нужно сказать, знаешь, что вообще огромное спасибо у ЦНСО, опять же, да, вот виток прошлого года, да, под большое событие, фестиваль – это институция, да, неважно, как она называется, это институция. Под это событие была собрана конференция, чтобы еще и к нам дать интересных гостей. Да, и вот ЦНСО… Центр развития исследований. Сказала, в воскресенье, во второй половине дня дайте нам несколько, некоторое время, и получилось прямо очень симпатично, потому что было три, две подряд секции, вот, третью просто не успели сделать, получилось очень хорошо. Да, кроме того, даже если говорить про Ткаченко, мы, сколько был большой интерес, и для Ткаченко Александра была сделана отдельная площадка в галерее «Эволюция», пять часов, пятьдесят человек, пять часов марафона обсуждали книгу, вот, и, как бы, там, «Детство, дети и вера». То есть, соответственно, тема была такая, как бы, на стыке общества и религии. Александр Петрович – «Детство для детей». Понимаете, то есть, как бы, это было вообще, на самом деле, она была спонтанно собрала и имела колоссальный успех, люди не хотели расходиться. Я считаю, что, на самом деле, оказывается, вот, писатели, которые могут доходчиво так ими разговаривать с детьми, это, конечно, великолепно. То есть, я был в большом восторге вообще от общения с Александром, которые вчера, да. Это, надо сказать, конечно, о наших зарубежных гостях, потому что идет институт «Альянс Францесс» и гуманитарный центр, губалитарный центр немецкого языка, сделали все невозможное и возможное для того, чтобы в Иркутск приехали немецкие и французские писатели. Поэтому мы свой статус международности сохранили. И еще плюс два забавных участников, нужных международных участников, нам очень повезло, благодаря тому, что Александра Петлина сделала, делала мастер-класс по иллюстрации, туда приехали две девочки, два прекрасных иллюстратора, и книжки вы можете видеть, в том числе в иркутских магазинах, ну и в галерее Бронштейнах книжки есть. Вот эти сказки про Ангару, которые видели, если видели, там такой, с одной стороны, немножко анимешный стиль, а с другой стороны, ну, такой классический бурятский. Это сестры Ертахановых, которые вообще-то в Лондоне живут, учатся. Да, вот, и они, они приехали специально туда, они поговорили с Литвиной, и я очень надеюсь, что когда-нибудь, когда-нибудь мы увидим их выставку, их работы в Иркутске, потому что работа очень хорошая. Ну, и вчера Александра прям говорила, ребята, давайте делать выставку, фестиваль, потому что это очень важно. И это главное, действительно, интересно. Да, кстати, мы вчера, вчера, когда у нас был последний круглый стол уже, мы подводили итог и говорили о том, а что же ждать дальше, поэтому вот буквально пару тезисов, которые, как мне кажется, которые мы вчера начали обсуждать. Первое, это, конечно, вчера был такой спор, что местных авторов больше было. Как оказалось, в последние годы большинство иркутских писателей и поэтов делают себе карьеру в Москве. То есть, они их знают там, но не знают о них никто в Иркутске. И поэтому показывать их иркутскому читателю, как раз в рамках книжных фестивалей, мне кажется, это просто нужно. Поэтому мы обязательно об этом будем думать. Ой, простите, что я говорю, что мы? Может, меня уже и скучат после фестиваля? Выйди, и на какой-то влече. Я надеюсь, что организаторы об этом будут думать. Второй момент, это, конечно, то, что сейчас мир бежит большими шагами, и разговор нужно о мультимедиа. Поэтому, чтобы было больше мультимедиа площадок. Может быть, в том числе онлайн-трансляции. Я считаю, что это очень важно для того, что если ты сидишь в Бадайбо, живешь в Черемхово или в Залари, не можешь приехать в Иркутск, ты можешь часть лекций слушать. Ты же понимаешь, что мастер-классы, это нужно для человека. Даже когда люди смотрят, ребята там топорами, что-то там делают, они там мусорят вокруг Дома Салац, это театр Галерии Диаз. А когда действительно можно, если есть возможность действительно такие лекции вести, мне кажется, это очень важно. Стоит подумать в том числе о более узкой теме, то есть я говорю, монотемы. Сейчас на самом деле большинство книжных фестивалей выбирают монотемы. Например, фестиваль в Азаре, да, в Нижнем, то есть они фестиваль об искусстве. То есть сейчас это вообще принято вообще. То есть чтобы не говорить за все хорошее и против всего плохого, а чтобы фестиваль был конкретной, какой-то более узкой темой. Почему? Потому что это собирает большое количество специалистов. То есть тогда может Иркутск стать вообще действительно реальной, настоящей книжной площадкой для кого-то. Там, не знаю, дорожка от Иркутска к Азии, не знаю. Можно комментировать про все три? Значит, смотрите, первый тезис про местных авторов, которых не знают Куршуцки, но знают там, где-то там. Это возможно, мы даже в прошлом году так делали, в этом году просто не хватило ресурсов их объединить. Радашевский был, да? А? Радашевский. Ну, нет, Радашевский-то он не здесь живет уже, понимаешь, он местный, но в этом, ну, Гандрецкий тоже, в общем-то, здесь родился, да, если что. Да нет, дело немножко в другом. Дело, наверное, в том, что когда в прошлом году, речь идет вот о чем. Когда в прошлом году на одном, за одним столом сидели Московский и местный эксперт. Ну да, сидел Румянцев и Данилкин. Да? Вот, это важно. И мне кажется, что мы по этому пути пойдем, конечно, потому что, а что, ну не должно их разделять. Второе, как я уже, вот на это предложение сказал, ребят, ну, придумайте информационные поводы для того, чтобы можно было тоже Катю Боярских или там Ивану Максимову, и мы знаем этих людей, да, чтобы они как-то здесь проявились. Это должен быть интересный повод. Ну, тот же Сергей Язев придумал себе интересный повод, и мы его поставили. Ну, там Марк Беройевич, Беройевич, да, вот. С ним интересно, потому что они дают интересный контент. Вот как Литвина приехала и рассказала, там пять, сделала пять мастер-классов, рассказала сначала про квартиру. В старой квартире играет пластиночка «Битлз». Да, про старую квартиру. А потом что-то еще, да? Собрание спешилово вокруг самовары 17-го веса. Вопрос номер два, да, про мультимедиа. Смотрите, тут есть одна техническая штука, она довольно дорогостоящая, но если получится, то мы это сделаем. Нужен хороший проводной интернет для того, чтобы вести трансляции. Потому что то, что делаем мы сейчас в Фейсбук, просто транслировать в Фейсбук и стримить. Это, конечно, здорово, но качество картинки будет очень низкое. Александр, но все технические вопросы, на самом деле, их можно решать. Погоди, а вопрос номер три. Вот так все время, три недели, Александр у нас как-то человек от Фейсбук, он из меня не зависит, а руководитель инициативной группы, он всегда затыкает рот всем представителям инициативной группы. Нет, третье, третье, какая вы? Я про монотему. Про монотему? Смотрите, ну, скорее, я бы что сказал, не монотема, а фишка. Фишка должна быть, конечно, фестиваль. Ну, или сейчас, например, три дня фестиваля, каждый день имеет тему какую-то. Там темы, как там Бродский, например, первый день, например, Пушки, там, или тот, там, второй день. Ну, нужно отстраиваться, конечно, от фестиваля, от Кряка, от Питерского форума. Чтобы по какой-то уникальности, тогда к нам будут приезжать именно на уникальные какие-то темы. Ну, я не могу не сказать, что, конечно, про пирожки. Вчерашним шиком это было то, что читатели напекли пирожки в виде иркниги, приносили их, так сказать, они с корицей, с яблоками, раздавали, и мы угощали, когда издатели, конечно, все были просто в таком состоянии, потому что такого нигде не было, наверное, о том, что читатели пекут пирожки специально. Пирожки с книгами. Ну, и книга со слэша, понимаете, и вот, соответственно, и это все раздается тщательно. И поэтому я думаю, что мы должны начать провести хотя бы одну торжественную церемонию. Все, давайте. А теперь спасибо. Да. Все рассказали, спасибо. Мы сегодня еще будем потом встречаться и с волонтерами. У нас будет большое количество всяких благодарностей, но одно из них, вовлечем уже сейчас, тем более, что Владимир здесь присутствует. Вот такую благодарность приготовили от лица наших организаторов и от русской литерной компании, потому что вообще оставили себе работать приятно, потому что вы стараетесь, стараетесь быстро принимать решения. Спасибо вам огромное. Поэтому вот, давайте мы здесь попроаплатуем дамы и делаем фотографию. А проводим вещь, я же говорю о том, что когда уходят большие московские тузы, и на слюна могут прийти только региональные игроки, то есть которые будут спасать культуру на местах. Спасибо вам огромное, что вы действительно оказались региональные игроки. Я бы хотел поблагодарить организаторов, что получилось такое интересное мероприятие, что деньги легли на благодатную почту нашей. Всегда мне не жалко, не стыдно вот такие мероприятия деньги выделять. Мы вообще исходим из того, что Иркутск это все-таки культурная столица Сибири. Мы уже несколько мероприятий провели, вот таких похожих, и у нас, я еще о планах тут два слова скажу, будет совсем скоро фестиваль поэзии на Байкале. Тоже традиционно, кстати, который тоже собирает большое количество поэзии на Байкале. Впервые за пять лет, эта акция «Котлет проходит», мы выезжаем в Якутию и проводим в трех населенных пунктах Якутии. Это Ленск, Тас-Юрях и заканчиваем в городе Мирный. И в городе Мирный у нас совпадает наш концерт с их национальным праздничном, Исэх, Бурятск, Сухарбан. И все это вместе, да, вот приезжают у нас Носик, Курдзидис, Тома и Нинидзе. Четыре артиста народные, все народные, по-моему, наносит заслуженные, вот такие, как вы все известные. Это вот совсем скоро сегодняшний. Все в мир это проявлять, да? Они со спектаклем приезжают? Они приезжают, в прошлом году был спектакль, в этом году у них будет концерт, разделенный на четырех исполнителей. Творческие только, типа творческого вещи. Они будут. В Иркутске они, в Иркутске я не знаю, в Ангарске точно будут, с Ангарска они начинают. Ну, мы отвечаем за северную часть. Мы, короче, вот пораспонсировали, по-моему, порядка десяти концертов по населенным пунктам севера Иркутской области и Иркуте. Очень хорошо. Наконец-то. Знаю, как там непросто, прекрасно. Спасибо большое. Владимир, я думаю, что теперь можешь задать вопросы.